Хорошо, вы начали. 4-0, уверенно. Насколько это ожидаемо было? Понятно, что это дебютант, соперник, что вы, ребята, крутые, чуть в пример лигу не вышли, но 4-0 это крутовато. Ну, скажем так, хорошая реализация, достаточно было моментов еще, но начало было. Ну, видно, что ребята переживали, волнение, потери много простых. Так, скованы, скованы, и где-то даже немножко уверенности дали соперникам. Перетерпели, два эпизода забили, и, соответственно, дальше уже попроще по счету играть. Получилось и затащить даже в розыгрыш соперника, получились мы в свободной зоне, достаточно много моментов проводили. Ну, еще раз говорю, по счету, чтобы не казалось, ну, непростой матч очень непростой, простых не будет. Вы продлили контракт, насколько я понимаю, на год, на больший срок? Слушай, ну, Сергей, там куча всяких этих... Ну, на срок какой? Год-два? Какая здесь? Не, ну как, ну если вас позовет зенит. Если вас позовет зенит. Хорошо. Чего ты смеешься? Ну, как? А почему бы нет? Ну, ладно. Что? Ну, что у тебя нюансы здесь есть? Ну, как нюансы, расскажите. Зачем? Все нормально, у меня директор есть. Угу. Вы сменили стадион. То есть, теперь человек, который приедет из Нижнего Новгорода, главный тренер команды Сергей Николаевич Юрон, не скажет, что ему пришлось переодеваться в бане. Здесь все круче. Ну, это вообще не ко мне. Это вот кому некомфортно было, пусть отвечает ко мне, что я делаю свое дело, а я не отвечаю за баню, я не включаю в баню, не топлю, не растапливаю. Не, но я имею в виду, комфортнее этот стадион, чем в Сокольниково. Ну, футбольный немножко, да. Ну, газон единственное, что привычка газон, потому что у нас, по сути, у нас непростой газон, где мы тренируемся. У Спартаков в Академию Спартака мы играли, он тоже другой, здесь другой. То есть, вы играете и тренируетесь на трех разных синтетических газонах, получается? Ну, как на трех, мы же сейчас пока вот на этом стадионе. Да. Ну, мы заявили Академию Спартака, ну, там не вижу пока смысла что-то менять, и на самом деле здесь футбольная атмосфера. Сладечка здесь видно, потому что там немножко расплывается. Ну, ты же сам был. Ну, да. Поэтому здесь ощущение такое футбольное. Слушайте, что вы думаете по поводу вообще синтетического газона? Это хорошо, плохо для профессиональных футболистов? Ну, Академии Спартака, по-моему. Ну, вопрос на аэрокачество, потому что, ну, есть прекрасный газон. Есть прекрасный газон. Лучший где из тех в России, на которых вы играли? Ну, я вот по прошлому, только сезону могу сказать, ну, Нижнекамский хороший газон, Жигулевский, Акрон, хороший газон. Вы серьезно укрепились в межсезоне, но для вас была проблема то, что вы отдыхали поменьше десяти дней? Ну, у нас, можно сказать, даже не отдых, а как я сказал ребятам, получился не отпуск, а выходные. Ну, неделю после. Ну, да. Ну, мы же видим, как чемпионат, времени немного. Здесь на дольше будешь давать, да, другой уже объем работы. Здесь получается, ну, как бы, чемпионат у нас идет и идет. Единственное, что даже, ну, вот новичкам они, получается, пришли. Они-то закончили раньше. Соответственно, у них больше была пауза. Был с кем-то еще переговоры, и пока это, это. И у них больше паузы. То есть состояние даже новичков чуть-чуть отношить, соответственно, немного разного. Но в этом плане, как раз, и работа дополнительный, скажем так, акцент на нее. То, что вы взяли достаточно много известного народа. А делает это с флоридами лиги? В общем, лига непростая, и здесь флорид может быть на бумаге только. А со всеми будет непросто. Со всеми непросто, и сейчас команда 10, 12. То, что ты скажешь, флорид. Ну, да. Нет, ну выделяется нам вот это три команды. Вы, ну, Химки и Торпедо. Торпедо бюджет, бюджет около миллиарда. Но это огромные деньги для ФНЛ. Они тоже существенно поменяли состав. То есть вы можете себе представить, как будет выглядеть РПЛ, если три команды из Москвы и Подмосковья выйдут? То есть будет семь команд. Я сейчас вообще ничего не хочу представлять. Я хочу уйти от игры к игре. Я не хочу, да. Я не любит этот лозунг. Поэтому давай спокойно. Ваша команда по потенциалу существенно купила специально с тем, что мы видели в матче с Нижним. Ну, я надеюсь, да, ребята должны добавить. Добавить, ну, во-первых, и сезон длинный, и всякие, ну, моменты возможные, да, и карточки. Чтобы, как бы, безболезненный момент, да, ротации, не скажем слово, ротация, наверное, неправильно, а то, что я говорю, да, есть обойма, и вам ее тащить. Обойма – это не один, все, фобой – это вся заявка. Чтобы она реально соответствовала. Да, давай. Да, и безболезненные такие моменты со сменой. Ну, не то, что со сменой, а чтобы люди выходили и добавляли. Выходили и добавляли. У вас, как говорят, растет потенциальная звезда НПЛ. Я имею в виду форварда Тимошенко. Очень хорошие о нем отзывы. А что могли бы о нем сказать? Так хотелось бы, чтобы он каждую игру подтверждал то, что он вот этими... Заслуживает, да, и пить то, не то, что ты сказал. Поэтому работы много. Ему только одно, наверное, как и любому нашему игроку – пахание. Не останавливаться и хороший показатель, пример. Ты сделал совсем чуть-чуть, и к тебе уже какой-то интерес. Ну, то есть… Еще, 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 еще. Ну, к примеру, я вам так же привел там у вас, если помнишь, что Марков Заболотный были пацаны. Да. Тоже Зенит-Дваев отказался даже уже от него. Марков Заболотный в Воронеже не попадал никуда. Ну, итог. Ребята за счет работы, в принципе, вышли в определенный уровень и держат его. По крайней мере, Забо молодец еще сделал Жейко. Тем не менее, ему шансы и возможности давали. И Краснодар был, и Рубин был, и Динамо, куда он изначально пошел. Угу. То есть, здесь уже дальше. Ну, на Тимошенко сильнее этих двух ребят? Разные. Разные. Вообще разные. Ну, одинаковые. Где-то, наверное, одинаковых игроков. Ну, да. Качество все есть, чтобы быть там. Ну, и не только его. Ну, сколько в прошлом году? Он 14 забил. В этом году уже два в одном матче. Ну, все же. Ну, это очень хороший показатель. Хороший показатель. Но, в принципе, вся команда также работает на этом моменте. Слушайте, без работы Мерзов вам знакомый игрок. Я правильно понимаю, что вы его хотите себе забрать? Вот я сейчас слышу. Я вообще не знал, кто там без работы. Ну, у него закончится контракт в Химках. Не знаю. Насколько я понимаю, он не проливает там. Если Николаевич есть, я не знаю. Это уже догадки какие-то. Ну, я просто спрашиваю. Я не агент Мерзова, не его там, не представитель. Хороший футболист. Вы бы хотели его увидеть у себя? Он хороший футболист. Он может делать разницу. Угу. Ну, да. Слушайте, насколько вам удается следить за РПЛ? Конечно. Вы делали хорошую работу в нескольких клубах. Ну, я в общем не поверю, что вам не хочется вернуться, я не знаю, с родиной или самостоятельно как-то со своим штабом в РПЛ. Ну, я думаю, что любой адекватный человек, который делает определенную работу свою, да, конечно, хочет тем более говорить. Я не соглашусь, что вам может кто-то говорить, что где-то чего-то, как-то. Но в плане, ну, мы с Уралом дошли до финала, да. Мы спокойно, спокойно, без последних туров и не ждали результатов. Спокойно за три-четыре тура оставались в Лиге и следующий сезон полуфинал Кубка. То есть, Кубки такие-таки, тоже серьезные были. То есть, ну, по мне это хороший результат. Поэтому... И так же, как можно говорить про Тул, да. Но мы оставили команду. Дальше не знаю, что будет. Угу. У вас были варианты этим летом в РПЛ? Так что я сейчас говорить? О чем? Я здесь и... Я понимаю, что вы одессит и отвечаете вопросом на вопрос. Как же об этом говорить? Ты же вопрос задал. Конечно. Ну, что... Ну, слушай, ну, начались, но... Опять... Я здесь. С кем? Я здесь. С кем мы общались? Сергей, я здесь. С кем мы общались? Расскажите. Все нормально. То есть, были варианты и с... Ну, просто общались. С знакомыми уже много и общаешься просто со знакомыми. Ага. Ну, то есть, это просто общение, это не какое-то предложение поработать? Просто общение. Ага. Серьезно. Ну, я же здесь. Как вы смотрите на ситуацию в Спартаке, где уже который год, который раз, когда меняют тренера, все время оказываются иностранец. У вас нет разочарования от того, что отечественных специалистов не рассматривают? Да, ну, в общем, какие разочарования. Я чувствую, делаем работу, что наш тренерский штаб востребован на какие разочарования. Ну, сидеть и рассказывать не буду. Угу. Я знаю, что я, когда закончил, я и поехал спокойно во вторую лигу, что мне было интересно. Ну, да. Ну, сидел спокойно в РФС, работал со сборной юношеской дома. Ну, интересно было, понятно. У вас есть мечта вернуться в Спартак на тренером? Слушай, ну, мечта такая. Можно сидеть, мечтать и рассказывать. А можно двигаться шаг за шагом? Ну, слушай, ну, кто не хочет? Сейчас любой вам скажи. Даже армейцы хотят. Как оказалось, это касается, правда, игроков, даже армейцы хотят в Спартак. Ну, опять, просто прийти, да, и хочется делать дело. Хочется делать дело. Ну, опять же, там есть тренер, и я думаю, что дали ему доверие. Надеюсь, получится. Хотел бы, наверное, какое-то там укрепление, селекции, наверное. Угу. Ну, опять, ну, Спартак. Туда вопрос. Ну, а мы будем переживать болезни. Ээээ... Та история, которая была в этом межсезоне, когда армеец перешел в Спартак, и, в общем, это было принято, к моему изумлению, во многом спокойно. Вы себя могли представить такое, когда вы играли в Спартаке? Чтобы кто-то из Спартака перейдет в ССК или наоборот? Ну, в начале 90-х же были такие моменты. Ну, просто время такое было. Не было такого, по-моему, почти 30 лет. Ну, смотри, там уже был... Кто последний, вы можете вспомнить? Ну, я вспоминаю Масолитино. Женька Бушман туда-сюда ходил уже. Да. Было же, да? Да. Самарони там такой, по-моему. Ну, там Иллиони даже был, как бы, да, тоже из-за этого самого. Ну, вот я про свое время скажу, я бы, наверное, в подъезд не зашел, потому что у меня там анализа очень много от соседей. После каждого дерби было, поэтому... Что такое анализов очень много? Ну, то есть... Ну, анализ, я имею в виду, игры. Да. После матча. В принципе, много было информации. Ну, то есть останавливали и прямо говорили? Ну, когда ты живешь, ну, как соседи, там, ребята, мужики, ну... Угу. Конечно. Поэтому я не представляю, если бы в наше время, наверное, не зашел. Вот эта тема, которая сейчас тоже обсуждается, что Спартак при обоскале играет спартаковский футбол. В тот, который играли вы. У меня вот... Вот ты задал вопрос, и мы ушли. Я вот реально очень мало полных матчей смотрел. Вот реально. Ну, просто реально вот так вот идут и работают. И у нас дороги непростые, переезды. Угу. И, по сути, у нас же туры также выходные. И просто реально, ну, вот просто времени. У меня единственное, что мы жили на сборах в одном месте. В январе? Да. Ну, я видел там, что требуют. Да. То есть, ну, и они, в принципе, начали-то неплохо. После подготовки. Там, что дальше произошло, ну, я не знаю, это... Старались, ну, по крайней мере, старались они. Я не знаю. Старались показывать футбол. Хороший. Интересный. Ну, по крайней мере, говорили даже, вспомнили. Да. Все говорили. Ну, комплиментов было много, просто потом весной все разладилось. И, в общем, пошел туда, там, бей вперед, и игра придет. Я посмотрел, у вас, Владимир Евгеньевич, в заявке указан тренер нападающих. С чем это связано? Ну... В чем особица? У нас у каждого здесь, в тренерском штабе, есть определенный вектор направления работы. Есть общая, да, мы все вместе идем и отвечаем за то, что мы делаем. А есть, скажем так, то, что я сказал, направление в момент. Да, вот такие нюансы, момент теории, теоретически. Индивидуальные лисеты, индивидуальные работы на тренировках. Владимир Евгеньевич, как раз, группа «Атаки», курирует, скажем так. А Юрий Михайлович, Ковтун, группу обороны? Или я неправильно понимаю? Ну, еще раз говорю, у нас, в принципе, мы все вместе за все отвечаем и облюдаем. Ну, просто я говорю, что есть. Иногда просто, не иногда, а, в принципе, когда идет игра, и ты смотришь на вообще командные действия. Есть моменты индивидуальных, да, там, особенностей в этих моментах. И вот как раз эти моменты. Вот эти мелочи, нюансы важные. Владимир Евгеньевич, Михайлович, Александр Евгеньевич, Павленко. Да, да, вот так. Все, пытаемся охватить. Слушайте, если у вас спрашивать, представим, что у вас есть 30 секунд объяснить аудитории, что такое проект «Родина». Вот просто, я не знаю, не только спортивный. Вот вы приходите, презентуете проект «Родина». Чем круто? Ну, давай так, смотри, академия, смотри, сколько пацанов у нас занимается. Ну, Москва, миллионный город, и не с тем попасть, Локомотив, Спартак. Есть свой вектор. Ну, вот ты заедешь, посмотри, что у нас там, там нигде переодеться даже. Это же здорово, смотри, сколько пацанов занимается. Угу. Была возможность делать ступень, там, МРЛ. Ну, естественно, хочется дальше, но это по шагу. Что еще? Этого мало? Да, чем модный клуб, чтобы здесь собирались на Сапсанной арене, как собираются на Медиалику? Чтобы были полные трибуны? Ну, в Москве сложно сразу охватить аудиторию. Я думаю, что это такое пока больше, скажем так, как семейное такое. Ага. Поэтому, ну, еще раз. Ну, это семейная аудитория, семейное предприятие? Ну, посмотри, Краснодар, да? Тоже с чего-то начинал. Да. Тоже с Кубани было непросто, и все говорили, да ну, Кубани. Да? Не получится ничего. Получилось. Угу. Как вы смотрите на проект Медиалиги? У нас команда рядом с нами. Блин, нет. Вроде на Меди. Это я знаю. Это справочная информация. Я же ваше мнение спрашиваю. Ну, вот посмотри. Ну, можно так, можно так. Мое мнение, но есть интерес. Это супер. Есть интерес, значит, есть внимание к этому проекту. Значит, он интересен. Ну, я вижу, опять же, приходя, то, что мы говорим про Одессу, в футбол. Не все же могут в «Спартак» попасть. Да. Вроде не надо пацанов, которые не прошли там «Спартак». И так же у кого-то не получилось в футболе. Да, здесь прекрасная возможность. Для своей звезды своя какая-то история. Угу. Плюс какие-то нюансы, правила очень интересные. Например, красный мяч? Чистое время. Чистое время. Чистое время вам нравится, если бы ввели в… Интересно. Почему? Не было бы, ну, не было бы задержек, пауз таких. Ну, ты все равно бы, да, да. Определенно. Может быть, как раз были и паузы, чтобы еще максимально можно было сработать эпизоды. Ага. Как-то в Кубке, когда, ну, Кубов и ФНЛ очень тяжелая как бы сетка будет, чтобы пробиться наверх. Ну, я просто скажу, я за формат Кубка, где там либо один, либо два матча есть. И на вылет. В итоге, да. И прекрасные противостояния. В итоге, и… Зачем, да, если ты можешь в два раза или три проиграть, а в итоге ты еще и до финала доходишь. Ну, по мне… Формат… А где спортивный тренд? Коммерческий? Да, наверное, это да. Называйте это коммерческий, кубок… Это, это… А есть кубок, который… Ну, кубок… Везде играет во всем мире. Угу. Ну, да. Поэтому я за этот формат. А про этот формат, который сейчас, что скажете? Я до сих пор еще не могу его расшифровать, поэтому… Ну, вы допускаете, что вы пройдете так, как Акрон далеко? Вы хотите… Я вообще сейчас об этом не думаю. Придет… Я вообще даже не знаю, нам не оказывается сказать, что мы стартуем там в октябре. Обычно, наоборот, все эти низшие лиги… Да? С ранних стадий. Или как в Англии. Наоборот… Там, по-моему, большие клубы… Там с одной двести начинают… Чтобы куда-то вот… Команда «Спартак» приехала… Да. Я сам как игрок, я понял. Мы приезжали там… Сыграли с «Амкаром» со второй лиги. Что это событие здесь людей. Я работал… Тоже, я говорю, во второй лиге. И… Мы ждали, чтобы команда «ФНЛ» у нас задача была там с одной двести какой-то. Это событие. Ну, для города, для регионов. Да. Даже… Это просто, ну… Представить это нужно прочувствовать. Ну, там Ярославль Пишинник приехал. Который с «Побегаловым» и «СНЛ» с крепкой командой. Там «Дерги» и «Иванова». Ну, это вообще супер. Или… Или… Угу. А тут получается… Тебя куда-то туда на отшиб. Тем более, потом у тебя шанса нет. Если там что-то… Ты где-то у тебя не получилось. Ну, то есть… Кто-то может три подряд проиграть образно или две… И дойти до… До финала. А кто-то может одну игру проиграть и уже не участвовать. А где спортивный принцип? Угу. Нет. По мне это… У меня последний вопрос. Период ваш в «Спартаке» был очень яркий. Много побед. Три лучших игрока «Спартака» вашего периода, когда вы там играли. Ну, с Димкой Олей ничего у меня не получилось полгода. Ну, и Илья Цимбаларь, царство небесное Илюха. Титов, Егор. Ну, дальше бы, наверно, потом дальше любого бы игрока назвал. Угу. То есть, ну, это не есть листья. Ну, там, Димка Олейович, там, Андрюха Тихонов. Ну, там ребята-то все. Вовка. Ну, и сейчас. То есть, просто если побольше времени, потому что Вовка-то тоже потом. Ну да. Да. И здесь Михалыч Гурков. Ну, как. Листов. А там, что не имя-то фамилия, поэтому. Да. Спасибо большое. Спасибо.